Перенимая опыт мастеров с использованием современных методов, так обучают ненецкому языку в школе поселка Красное. В рамках дней ненецкой письменности два педагога дали открытые уроки для учителей родного языка со всего региона. В числе слушателей была почетный профессор Педагогического университета имени Герцена, ведущий специалист по ненцеведению Мария Бармич. Своё экспертное мнение по итогам уроков и перспективы развития самодийского языка профессор рассказала нашему телеканалу. Назвать число 435 и 812 по-ненецки – задача не из простых, но пятиклассники Красновской школы щёлкают сложные числа, как орешки. На уроках ненецкого языка Валентины Ивановны Хатанзейской глаза учеников горят. Ещё бы! Две команды мальчиков и девочек соревнуются между собой. Интеллектуальный бой посвящён известным местам родного округа, ненецкой лексике и произношению. Все задания на мультимедийном проекторе и в игровой форме. В первую очередь нужно обратить внимание, что когда преподаешь предмет, чтобы увидеть, а хочет ли ребёнок. И если он желает, то, наверное, дать ему работу посильную, чтобы не загружать его чем-то таким непонятным, сложным. А он ищет то, что пока полегче. А потом уже он сам заинтересуется. Педагогу необходимо заинтересовать всех детей, а не только представителей коренного населения. В школе посёлка Красное ненецкий язык изучают с первого по девятый классы. Один урок родного языка и литературы, плюс краеведение и внеурочные занятия по культуре. Итого три часа в неделю. Ребята успевают познакомиться с разговорной речью, особенностями произношения, грамматика языка. Очень рада вашей плодотворной работе, что вы на уроках используете новую программу. Это замечательно. Ещё хочу отметить, что дети много знают и хотят изучать ненецкий язык. Свободноговорящих и понимающих ненецкий язык сегодня в школе практически нет. Педагоги говорят, истоки владения языком лежат в семье. И это сразу заметно. На уроке в Учейской Просковье Ивановны один из самых активных учеников – Гера Остальцев. Он живёт с бабушкой и дедушкой, которые говорят между собой на ненецком. Их диалоги внук не понимает, но желание освоить родной язык есть. Ты бы хотел, когда они говорят, понимать их? Да. Что ты для этого будешь делать? Соларик куплю. В Санкт-Петербург приеду соларик поищу. Буду это переводить. Возможно, Гера ещё не знает, что именно Санкт-Петербург – один из центров исследований самодийского языка. На протяжении полувека в Педагогическом университете имени Герцена научной работой занимается Мария Бармич. Почётный профессор знает и всегда повторяет – ненецкий язык красив и многогранен. Вот это слово «гани» – это очень такое объёмное, это многозначное слово «гани». Хотя так официально даётся «гани» – это «опять». Но это само название слова «гани» – вот «гани второго». Это не просто «опять здравствуй». Это «гани» идёт дальше «здравствуй», дальше будет жить, дальше идёт к какому-то светлому, нужному, большому «гани» будет появляться. За более чем 50 лет преподавания в Институте народов Севера Мария Яковлевна создала около 140 научных работ, 37 учебников и учебных пособий. А совсем недавно, в год юбилея института, закончила одну из самых важных своих работ – выпустила русско-ненецкий словарь. Говорит, ненецкий язык очень богат, материала хватит ещё на пять словарей. Ну, конечно, он будет развиваться за счёт заимствованных всяких, наверное, со всех языков, потому что мы окружены многими народами, конечно. Ну, заимствованные языки, заимствованный язык тоже хорошо, тоже пополнение языка за счёт заимствований. Ну, будут оформляться нормами ненецкого языка, все заимствованные слова. Так что я думаю, что язык наш будет далеко-далеко развиваться. По данным статистики, за последние десятилетия ненецкое население в России увеличилось. Исследователи считают, этот факт вкупе с семейным возрождением родной речи поможет самодийскому языку ещё не одно десятилетие звучать на просторах тундры и в школьных классах.